Развитие кооперации промышленных предприятий Дагестана и как этот процесс повлияет на развитие экономики региона в целом, об этом говорили на заседании правительства. Провел его первый вице-премьер Нюсре Тамаров. На встрече крупные производители поделились своими проблемами и предложили способы решения. Детали у Сыкинат Малаевой. Кооперировать интересы как производителя, так и его заказчика сегодня очень важно. Это дополнительные деньги в бюджет и рабочие места. Сегодня в промышленной сфере занято более 94 тысячи человек. Доля налоговых поступлений составляет 29%. Вопрос важный для развития промышленного производства республики с учётом его бюджетно-образующей роли. В целом промышленности у нас занято более 94 тысячи человек. Это 8,4% от всех занятых в экономике республики по соответствии с балансом трудовых ресурсов. Вопросы кооперации вплотную решались и в прошлом году, отметил в Рио министр промышленности и торговли Низам Халилов. За прошлый период удалось наладить взаимодействие с различными структурами. В итоге кооперация позволила увеличить показатели почти в три раза. По нашим данным, внутриреспубликанская кооперация составила объём более 2,8 миллиардов рублей. В кооперации активно были задействованы отрасли строительных материалов, а также лёгкой промышленности. При строительстве социальных объектов активно используются наши производства. Это скамейки, детские площадки, воркаут-площадки. Эффект от кооперации очевиден, поэтому в планах работу в этом направлении продолжить. В министерстве создали межведомственную рабочую группу по развитию промышленного потенциала. Надо продолжить работу, которая была выстроена моими коллегами в 2020 году, и усилить работу по взаимодействию между министерствами по мероприятиям, которые у них предусмотрены в государственных программах на сегодняшний день. Помимо этого, хотелось бы посмотреть на меры поддержки федерального уровня, где мы могли бы также потребность, которую у нас на сегодняшний день есть, обеспечить. На встрече крупные производители поделились своими проблемами. По их словам, не так легко получить крупные заказы, а «Милки» не позволяет выйти на прибыль. Чтобы впредь минимизировать риски, руководители предприятий предложили в этих вопросах изучать опыт других регионов. «Результат того, что мы размещаем заказы на предприятиях, всем известно, какие это результаты. Это налоговая база, во-первых, во-вторых, там создание рабочих мест. И для кого это не секрет. Все мы патриоты, все мы государственники. Но, тем не менее, когда доходит вопрос о размещении этих заказов, мы там цепляемся на 44-й ФСЗ. Ну, а как мы проводим конкурсы и так далее по 44-й ФСЗ, тоже всем известно». За прошедший год, благодаря кооперации, в учреждениях у ФСИН размещено государственных заказов на более чем 37 миллионов рублей. Создано 516 рабочих мест. Но заняты пока не все. «Хотелось бы, чтобы наш проект был включен в проект решения, совещания. Если позволите, то в текущем году мы организуем дальнейшие направления нашей деятельности по всем вопросам. И указанные предполагаемые суммы будут гораздо выше, чтобы позволить привлечь осужденных трудов». В завершении обсуждений были даны рекомендации министерствам и ведомствам для повышения использования промышленного потенциала республики. Секинат Малаева, Руслан Салихов, Камила Раджабова. Время новостей.